Я представляю компанию ВК Технологии. Кто не знает, мы направление, которое занимается развитием систем для интерпрайз-сектора. ВК, в общем-то, все знают, наверняка пользуетесь нашими социальными сетями, различными продуктами для B2C. Но мы конкретно сконцентрированы именно на такой B2B направлении. Я занимаюсь развитием, продвижением нашего одного из флагманских продуктов. Это ВК Workspace. Но прежде чем расскажу про продукт, я немножко такую краткую, некоторые очевидные вещи, которые подведут именно в сторону корпоративной мобильности. Что такое корпоративная мобильность? Вообще, что такое мобильность? То есть мы все с вами являемся пользователями мобильных устройств. Планшеты, телефоны. В повседневной жизни наш жизненный клиентский опыт – это работа всегда с телефоном. Многие из вас сейчас кто-то фотографирует, кто-то читает новости, кто-то переписывается. И это неотъемлемая часть нашей уже жизни, по сути. То же самое и для сотрудников. Сотрудники уже привыкли, их жизненный путь и клиентский путь, он уже основан на их таком опыте. И от этого как раз и исходят работодатели, формируя уже какое-то рабочее пространство, исходя из того опыта, который человек уже имеет. И второй тезис – это то, что уже практически все приложения, все системы уже как-то адаптируются для использования в мобильных версиях. И они уже как бы тоже являются неотъемлемой частью для взаимодействия с различными сервисами. Как вообще пользовательский опыт развивался? То есть изначально, все помнят, что создавались мобильные приложения, они как бы были разрозненные. Ими пользовались специализированные приложения для определенных целей. Дальше возникла необходимость эти приложения как-то объединять в какие-то экосистемы. Возможность использования единой авторизации какими-то связками, ссылками. И все это уже в конечном итоге. Вот коллега как раз на предыдущем спище рассказывал именно про концепцию суперап. К этому сейчас стремятся все. Концепция суперап, она подразумевает уже использование единой такой платформы для основных сервисов, включая коммуникационные, либо какие-то селл-сервисы, быстрые сервисы для сотрудников предприятия. Если брать четыре ключевых атрибута, это большое количество сервисов, которые можно использовать, переиспользовать, устанавливать. Это единое приложение для всех сервисов. Ну и в общем-то единая точка для поддержки, для развития тех или иных приложений. Маст хэв. Маст хэв для сервисов коммуникации. Это уже такой устоявшийся список тезисов, которые по сути должны использоваться и используются, поставляются поставщиками суперприложений. В первую очередь это почтовые сервисы. То есть мы все там с вами и как на стационарных рабочих местах, так и в мобильных приложениях всегда используем календарь, почту, общаемся в мессенджерах, делаем звонки. Ну и собственно интеграция с корпоративными системами и корпоративной телефонии. Это важные атрибуты, которые в общем-то всегда должны присутствовать уже по умолчанию в таких такого рода системах. С точки зрения, кто является потребителем в корпоративном секторе, ну по сути это все сотрудники, включая персонал, который не имеет стационарного рабочего места. Даже персонал, который так называемый работает в полях, они не в меньшей степени нуждаются в такого рода приложениях, которые дают возможность получать справки. Это может быть мобильный обходчик, это какие-то быстрые действия в согласованиях, общении и так далее. То есть по сути это предприятие, которое не только включает в себя белые воротнички. Мобильное рабочее место, если так вот агрегировать, то оно включает уже там все интеграционные процессы, начиная от ИБ, это корпоративные коммуникации в виде АКС, ВКС, это различные производственные сервисы, которые можно включить в коммуникации в виде быстрых сервисов, ну и различные общекорпоративные сервисы направления HR, АХО и так далее. Что представляет наша корпоративная платформа? Корпоративная платформа построена на базе ВК Teams, она называется ВК Workspace, и она уже включает в себя целый набор сервисов, необходимых для коммуникации. Мы умеем предоставлять этот сервис в виде SaaS в наших облаках, в том числе мы умеем и делаем и поставляем эту платформу для OnPrem'а с учетом всех ограничений, допущений с точки зрения информационной безопасности, интеграции и прочего. Включает сюда уже корпоративную почту, мессенджер, работу с видеоконференцией, орг структуру, задачи и так далее. То есть это все связано уже нативно внутри приложения и может давать возможность как раз быстро выполнять там свои задачи как в мобильном виде, так и в виде там дистопа. Само приложение выглядит вот таким образом. оно основано, мы очень серьезно делаем вклад в проработку именно UI и UX. Все наверняка пользовались или пользуетесь нашими приложениями в повседневной жизни. Для корпоратов это по сути то же самое. Человек, когда приходит на рабочее место, либо берет это приложение в мобильной версии, у него нету отторжения, быстрый вход. И с чего я начинал? Как раз с такого опыта в работе с мобильными приложениями. Этот опыт позволяет быстро вливаться в работу. То есть мы одновременно разрабатываем и выкатываем релизы для всех версий устройств. Это может быть и дистоп-приложение. Тоже приложение может работать через веб. И все основные мобильные устройства покрываются нашими тоже приложениями. Это и Windows, Android, и iOS. Оргструктура – полезная штука, которая дает возможность быстро найти человека, посмотреть, к какой он организации, либо структуре предприятия относится. Отсюда сделать звонок, создать письмо, назначить встречу. Не надо искать на отдельных порталах определенного человека. В том числе здесь можно делать ограничения на коммуникацию. Что это значит? Есть категории лиц, так называемые VIP-персоны. Например, директор предприятия, сотрудник, который работает в полях на заводе. Он, например, не может ему позвонить, либо создать сообщение. Это все регулируется внутренними транспортными правилами, которые дают возможность ограничивать такого рода коммуникации. Вот так выглядит профиль сотрудника. Здесь подробная информация о нем, почта, телефон. В том числе можно выбирать различные статусы, которые зачастую выбираются автоматически. Например, человек поехал в отпуск, либо на звонке, либо ушел в командировку. Это все интегрируется с кадровой системой. И всегда видно, занят человек, не занят, где он, можно ли ему позвонить, написать и так далее. Сам мессенджер я уже показывал, на самом деле основное рабочее место. Но немножко сделаю акцент, что все функции основные, они заключены прямо вот в таком едином пространстве. Здесь не только можно отправлять фотографии, видео, либо обмениваться файлами. Здесь можно создавать голосовые сообщения, которые автоматически транскрибируются, и можно читать в виде текста. Быстро создавать задачи, отслеживать эти задачи. Но на самом деле вы подходите, я вам покажу, как это в кулуарах, как это выглядит на самом деле внутри и мобильного приложения, и на дизктопе. Задача – полезная штука в плане таких оперативных напоминалок. Это не замена стандартной системы таск-менеджмента, но она очень помогает быстро отслеживать и напоминать, засанив какую-то задачу на определенного человека. Прямо в чате отдельно есть панель, где эти задачи можно фильтровать по различным признакам. Это очень удобная штука именно в такой оперативной работе. Видеоконференции. Кто присутствовал в прошлом году, мы рассказывали про наши успехи развития видеосвязи. В этом году мы уже пошли намного дальше. Мы уже сейчас используем, есть возможность общения с внешними пользователями. Мы расширили возможность использования всяких функций с точки зрения модерации звонков, записи звонков. Сейчас переходим в сторону транскрибации звонков, используя наши же технологии искусственного интеллекта, которые помогут агрегировать как чаты, так и агрегировать информацию, которую мы доносили в результате совещания. То есть часовое совещание, можно запустить такой агрегатор, который даст общую суть, о чем говорилось, какие-то тезисы основные, которые будут уже добавляться в некие поручения по определенным меткам. Это будет сейчас над этим работаем. Первый MVP появится летом. Так что дадим попробовать, как это производится в жизни. С точки зрения, возвращаясь именно к суперапу, суперап не был бы суперапом, если бы нельзя было создавать мини-приложения, которые можно быстро публиковать в нашем едином пространстве. Приложения могут быть разные. Это могут быть как начиная от таких быстрых HR-овских сервисов, так и приложения, которые позволяют персоналу производственному выполнять свои рутинные задачи. Мобильные обходчики – это частый запрос с точки зрения использования мобильных устройств для производственного персонала. Ну вот приложение, стандартное приложение, которое интегрируется с нашим кадровым электронным документоборотом. На самом деле интеграция может быть с любой бэк-системой. Но в данном случае из единого суперапа мы умеем создавать заявки на отпуск, их согласовывать. То есть, в принципе, весь воркфлоу, весь жизненный цикл приложения к ИДО, он идет на фронт нашего суперапа. Корпоративная почта и календарь также доступны внутри нашего ВК-воркспейс. И почта, и календарь, они тоже умеют работать в онпрем-режиме с учетом всех допущений, ограничений инфобеза, интеграции с антивирусом, файловое хранилище. Файловое хранилище позволяет работать совместно с документами, шарить большие документы между группами, между конкретными людьми, редактировать документы совместно. То есть, по сути, это замена всем известных систем, подобие Google Docs, OneDrive и так далее. То есть, и все это работает в связке с корпоративной почтой, с календарем и с диалоговой частью приложения. Отдельный акцент сделаю на информационную безопасность. Я уже несколько раз говорил, что реализацию наших продуктов и внедрение мы всегда учитываем все необходимые ограничения, допущения со стороны инфобеза, предоставляем возможность логировать на всех уровнях самой платформы, интегрируемся с DLP-системами, с антивирусами. То есть, подробнее отдельно расскажу, какие системы у нас сертифицированы, как мы с этим работаем. Про выгоды корпоративного суперапа, они достаточно очевидны. То есть, мы все-таки повышаем взаимодействие сотрудников как внутри контура, так и с внешним контуром. Единая точка поддержки, единая точка аудита информационной безопасности. И все наши продукты входят в реестр отечественного ПО. Александр, достаточно вовремя вы разработали и начали внедрять ваши HR-тех в рынок в целом и так далее, с учетом ухода внешних вендоров и внешних игроков. Скажите, насколько сильно у вас увеличилась база внешних клиентов у HR-платформы? В процентах не скажу, насколько сильно и по сравнению с чем. Но действительно, мы сейчас очень такой серьезный делаем акцент, в том числе на импортозамещение. Но разрабатывать мы начали нашу платформу еще до такого глобального тренда, который вел именно к импортозамещению. Поэтому мы уже были готовы к всем событиям с точки зрения продаж и зрелости продуктов. И вот на самом деле, то, что сейчас действительно подталкивает именно в это направление, оно дает дополнительный такой стимул. И стимул с точки зрения и развития наших платформ, и продаж. И сейчас мы, по сути, достаточно такой видимый игрок на рынке с точки зрения корпоративных решений, как и предоставления сервиса в виде в наших облаках, так и предоставления частных облаков, так и он-прем решений. Отдельный прям сектор бизнеса, он направлен именно на он-премис. Ну, то есть я немножко так ответил, наверное, по-консалтингу, в процентах не скажу, но мы очень серьезную долю рынка занимаем и планируем все-таки стать первой IT-компанией в нашем регионе. Ну, с учетом того, что сейчас не так много крупных игроков на данном рынке, отечественных игроков именно, то я думаю, у группы ВК отличные шансы. Да, спасибо. Желаю вам стать номером один. Благодарю. Можно вопрос все-таки? Вопрос, вопрос можно? Подождите. Да, конечно, конечно. Резников Сергей, группа компании компьютерной сети. Скажите, пожалуйста, насколько вы интегрированы с инфраструктурой заказчика на текущий момент? Как то миграция, допустим, там с экшенжа того же самого? Насколько вы поддерживаете домен, авторизацию доменную там внутри сквозную? Это касается как Active Directory, так и, допустим, AUD сейчас на текущий момент. И как у вас с шифрованием, то есть можно ли шифровать, там сквозное шифрование между заказчиком и вашей платформой? Спасибо. Да, спасибо. На самом деле вопрос не один, но попробую в комплексе ответить. С точки зрения, отвечаю с самого начала, с точки зрения миграции с иностранных сервисов, в частности Microsoft Exchange. Да, у нас это все работает, причем есть не только технологическая подложка для миграции, но и методологическая. Не все компании мигрируют единовременно. То есть если компания там 50-100 тысяч человек, все стараются делать это постепенно. И мы это умеем делать. Мы ставим рядом нашу платформу, наш сервис, который может синхронизироваться, синхронизировать и почту, синхронизировать и календарные события. И в какой-то момент мы можем просто сделать переключение рубильника. Извините за грубость. И в дальнейшем можно переходить уже на нашу платформу. Это все делается уже обкатано на многих компаниях. И есть целая методика. Поэтому не бойтесь, подходите, расскажем более подробно именно с технологической части. С точки зрения шифрования, да, это все есть. Отдельно я поделюсь с вами такой технической документацией. Она на самом деле доступна вовне для всех пользователей, клиентов. Она постоянно обновляется. С точки зрения был вопрос и повторизации. То есть мы поддерживаем как AD, так поддерживаем и все отечественные системы. То есть ЛДПРОТ. То есть умеем работать на самом деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА